Таллиннский аэропорт 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 чего он получил это высокое место то есть что вы там даете красную икру ковры мягкие диваны что ждет там посетители бизнес-ланш в мире вообще очень разные арабские авиакомпании как эмират с катар но там это все как вы говорили икра все золото у нас это просто такое nordic скандинавиан functional дизайн и люди там просто или работают или интернет-соединение скорее всего интернет напитки много рабочие встречи там делают перед отлетом так что люди там просто себя хорошо тихо чувствует и тогда на полет но мы упомянули о расширении пассажирского терминала таллиннский аэропорт значительно видоизменился насколько выросла его пропускная способность вот сколько пассажиров сейчас мы принимаем ежемесячно или ежедневно какими цифрами вы оперируете в этом году у нас будет рекорд 2,6 миллиона пассажиров и терминал строят вы имеете ввиду это весь год терминал строен на 2,8 миллионов так что в следующем году у нас уже с терминалом проблемы будут так что будем делать новый проект об расширении опять вот так что мы на лимите так в следующем году у нас не будет председательства эстонии европейском союзе так что вполне возможно и пассажиропоток будет меньше все-таки чиновники станут меньше летать к нам в эстонию ну или за счет других каких-то вещей будет он увеличиваться европейский союз это президентство это дал нам 40 тысяч топонитных пассажиров довольно много но пышная поток всего растил 400 тысяч так что президентство было 10 процентов и в следующем году мы уже видим что будет рост 10 процентов опять так что довольно большой номер новых пассажиров вы уж извините но только о приятном и говорить не можем давайте я недостатка каких-нибудь вспомним люди например жалуются что при отправлении рано утром или при позднем прилете невозможно перекусить даже в аэропорту все закрыто это вот один такой существенный минус потом мы сами недавно летали и нам нужны были вот эти вот одноразовые пакетики в которые можно запаковать какие-то жидкости бутылочки да они продаются после зоны контроля паспортов и билетов и нужно монетку опустить в аппарат у нас не оказалось при себе монетки я оббегал пола аэропорта я не мог поменять я одолжила андрею деньги я не мог найти этот евро для того чтобы найти монет то есть вот такие вот мелкие неудобства и в другом аэропорту это было бесплатно эти пакетики раздавались вот прокомментируйте очень хорошо что это вы скажите но мы ежедневно работаем чтобы наши сервисы и услуги были очень выше уровня и с магазином и конечно мы бы хотели чтобы они открылись уже в 4 и некоторые кафе уже открываются в четыре некоторые в пять так что мы стараемся стараемся все время лучше быть следующем году надеемся что у нас состоится очередной полет что уже все это будет исправлено но я хочу сделать и комплимент от себя например потому что мне приходилось так сказать проходить передержку в риге в аэропорту и там очень неуютно там железные сиденья там находиться не очень удобно что касается обычных и залов ожидания в нашем аэропорту то все-таки они гораздо комфортнее я хочу спросить про ваш такой мини спортивный зал вот как раз видим сейчас на фотографии и и мы видели кстати что люди им пользуются насколько действительно он популярен среди пассажиров это никогда был проект который такой серьезный спортивный зал у меня тоже когда это мы это про сделали друзья сразу позвонили скажи а где баня они нету это просто чтобы популяризировать спорт мы вместе мои фитнес это сделаем и такие проекты мы будем делать будешь им но бани нет зато есть такие вот специальные капсулы для сна они популярны спят в них люди до спят это платные капсулы не просто можно видеть по 1 занял то это то и место мне транзитные но все-таки люди это найдут в ноябре был забавный случай когда в таллиннском аэропорту прошла эвакуация из-за найденной в багаже ну так сказать игрушки для взрослых часто такие курьезные ситуации случаются такого размера раньше не было из-за игрушек но случится такие вещи случится да это один одна сторона нашей работы просто но ремонт взлетно-посадочной полосы тоже широкомасштабный которые завершили недавно причем работали только по ночам с половины первого до шести утра строили вот это насколько много новых возможностей дают аэропорту но там два аспекта во первых у нас полоса было три километра теперь три с половиной и больше и самолеты можем принимать даже не больше и там новая навигационная система когда снег или туман но очень плохая погода тогда резервы больше будет и второй аспект это окружающая страна среда мы же рядом озеро и ламиста и это очень важно и для нас и все жители фактор безопасности точно ну что ж спасибо у нас коммерческий директор таллиннского аэропорта аэропаргме был в гостях сегодня спасибо вам огромное